Друзья, привет! С вами компания Руфер. Нахожусь на очередном из наших объектов. На данном объекте мы полностью снесли существующую крышу, установили новую стропильную ферму, выполнили монтаж кройльного покрытия, применяли битумную черепицу от компании Дюки. Естественно, предварительно выполнили устройство под кройльной изоляции. Далее утеплили и выполнили устройство пароизоляции. В настоящее время доделываем паршив скатов крыши и выполняем монтаж подосточной системы. В данном видеоролике покажу вам небольшие детали наших работ. Пойдемте посмотрим. Такой вот у нас именится дом. Кровлю сейчас мы с вами не увидим, поскольку зима, очень обильно лег снег. Как выполняем подшив. В качестве лобовой доски используем дековер. У нас вот такой вот материал с фактурой дерева. Идут у нас вот такие вот доски. Длина 3,60 мм. Ширина 190 мм. 19 см. Применили ее, как я уже сказал, на лобовой части. Вот здесь вот у нас получилась вот такая вот елочка. Вот здесь вот на фронтонной части. Обошли балки с помощью также дековера. И вот на этих вот частях, уже непосредственно самого подшива, свесов, мы применяем металлический софит от компании AcoSystem. Вот так вот он вживую смотрится. Вот здесь у нас одна входная группа, крыльцо. И здесь уже у нас вторая входная группа. Еще имеется одно крыльцо. Остаются в настоящее время небольшие моменты, которые мы должны доделать. В частности, это подкрасить саморезы. Они пока немного видны. С помощью которых мы непосредственно крепили дековер. Вот так вот он выглядит вблизи. И вот, соответственно, видны саморезы. Вот здесь вот пока тоже промежуточные работы. Подшив полностью не доделали. Снизу установим также дековер. И вот эта вот у нас балка будет смотреться уже монолитно. Пойдемте вовнутрь. Поднялись вовнутрь помещения. Вот здесь вот имениться вот такой вот массивный коньковый прогон. Как его делали. Выполнен он из доски. 50 на 150. Он является наборным. Вот видим, что доска у нас здесь набрана. Значит, получилась у него ширина 200. Видим, применено 4 доски. И высота у него получилась 300. Таким вот образом на нем уже держатся все стропилы. Также имеются опорные столбы. И вспомогательные балки, за счет которых распределяется весовая нагрузка. При наборе, собственно, конька применяли специальные конструкционные саморезы. Применяли также пурклей. Так что у нас прогон получился абсолютно монолитным. И помимо саморезов, мы еще все доски склеили между собой. Далее, при устройстве пароизоляции, все щели заполнили специальным герметиком. Для того, чтобы у нас водяной пар никаким образом не попадал в конструкцию крыши. В том числе и с такие вот элементы. Ну, далее традиционно мы выполнили межстропильное утепление толщиной 200 мм. Выполнили перехлестное утепление. Вот виден, идет брусок, где наклеена синяя лента. Итого, у нас общий слой теплоизоляции получился 250 мм. Вот здесь вот дом в процессе будет утепляться еще от мороженого. Здесь, видим, есть стены, которые выполнены в одну кладку. И даже сейчас, в небольшом морозе, у нас здесь стена покрывается иньем. Ну, соответственно, эта стена будет штукатуриться. Применили мы специальную ленту, таксон ванны. И пока не будет штукатурки, временно, чтобы вот эти вот все места уязвимые перекрыть. Потом ляжет штукатурка, будет абсолютно герметичный контур. Но сейчас временно, чтобы влажный воздух не шел у нас в конструкцию крыши. Мы, соответственно, приклеили сначала вот эту специальную ленту, таксон ванна, прогрунтовали кирпич. А вот эти вот все места, щели, залили, соответственно, герметиком. В качестве герметика здесь применили стис-Б. Этот герметик часто применяют при заделке оконного шва, так как он является паронепроницаемым. Вот, собственно, здесь на объекте он также и применен. Вот такая вот у нас получилась крыша. Имеется у нас здесь шахта. Ее, соответственно, также полностью утеплили. Имеются проходки на крышах. Здесь установлена 160-я вентиляционная труба. К ней будет, соответственно, подключаться уже вентиляция с первого этажа. Здесь будет установлена 125-я, здесь 125-я. И с помощью муфты все это дело подсоединим к одной трубе 160-го размера. На этом скате сделали две закладные под фановый стояк. Это, соответственно, вот он, коричневая труба. И 125-ю вентиляцию. Вот такие работы мы на данном объекте выполнили по настоящее время. Всем пока. До скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok